здравствуйте дорогие друзья подписчики моего канала гости моего канала сегодня опять поговорим про любовь сделаем расклад про любовь расклад я хочу назвать сердце милого а ситуация такая например если есть у вас мужчина либо молодой человек и на самом деле пока сейчас еще вы не особо ты встречаетесь то какие-то такие редкие свидания взгляды разговоры какие-то идут до между вами вот но что-то какой-то зачаток отношений у вас уже начался и вы же чувствуете какой-то такую родственность такое между вами близость была либо не было бывает по всякому разных людей да вот но на горизонте маячит еще какая-то девушка есть такое подозрение что вы видите и там его с ней иногда где-то он там с ней появляется то он с вами появляется и вот здесь такая непонятная ситуация сомнения возникают да как же действует что же делать что это за девушка вы тоже понять не можете либо есть какое-то подозрение что где-то пропадает либо что-то мы вам сказали про него вот либо вы не уверены свои чувства думаете вдруг у него там девушка есть либо человек находится на расстоянии где-то живет другом городе вы не знаете он вас переписываете с ним да и вы думаете я у него одна либо него еще кто то есть может быть он там с ней здесь со мной и поэтому вот такой расклад я хочу вам показать можно посмотреть если кому-то это актуально и кто-то хочет просмотреть свою ситуацию пожалуйста присоединяйтесь мы посмотрим не вопрос совершенно если кто-то учится гадать на картах тару тоже можете посмотреть какой это такой расклад мне не жалко либо кто-то захочет просто посмотреть как выглядит расклад и потом него заказать на основе своей ситуации уже с датами рождения дату рождения молодого человека, либо мужчины, и свою дату рождения. Там мы уже будем более детально разбираться, потому что дата рождения – это как такая некая матрица для меня, по которой я могу очень-очень много чего рассказать. У меня своя методика просмотров. Это очень-очень важно, будет очень познавательно, очень интересно, и узнаете очень-очень много нового. Ну, давайте приступим. Кто все-таки хочет прииграть в свои отношения, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрим. Итак, я буду карты по очереди ставать, я расскажу, как все это будет выглядеть. Не буду сейчас полный расклад доставать, да, я просто буду, если мне будет не хватать информации, я буду добавлять еще одну карту. Мне это как-то более удобно, конечно. Я думаю, и вам не будем такой хаос заносить в голову, да, что вы там смотрели, и там сразу перед вами все карты. Я так, конечно, буду делать, но не буду сейчас запутывать, будем сейчас вот по мере поступления информации, будем дальше двигаться. Итак, есть ли, в принципе, у него девушка, либо женщина, та, которая все-таки существует, либо на которой у него есть виды, либо он думает о ком-то все-таки, либо стоит перед выбором. Вот есть такая вот помимо вас, да, например, ну, давайте посмотрим. Да, он поглядывает на какую-то девушку, либо женщину. Я вижу шестерочку жезлов, это двигательная карта, это движение жезла, это горячая такая масть, показывается, что да, он встречается с какой-то девушкой, либо где-то они соприкасаются, в смысле в какой-то, на работе может быть, да, рядом находится девушка. Ну, как отношения я пока не вижу, мы еще их не видим, вот, а то, что есть некая такая двигательная, такая энергетическая, телепатическая связь, она существует. Вот это я вижу. Шестерочка жезлов, человек двигается в ту сторону, может быть мысленно, может быть душевно, но такая сподвижка такая есть. Серьезно ли он относится туда, говорит, в ту сторону, куда он смотрит, на ту девушку. Серьезно ли отношения у него там ментальные, либо сакральные. Ментальные это то, что человек думает, сакральные, что он носит под сердцем. Вот сейчас мы увидим, если все-таки это высший аркан, либо нет. Вы знаете, отношения чисто миролюбивые. Возможно, люди вместе ездят в командировку, возможно, это у людей какие-то общие дела, возможно, они просто знакомые по компании, там бывает компания молодежи гуляет, да. Либо знакомая знакомого, либо чья-то жена. Ну, так бывает. По карте мира я совершенно не вижу никакой любви, никаких таких сексуальных отношений. Просто мирные отношения, как друзья. Хотя, говорят, дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, но будем рассматривать это так. Но самое главное, что это нет того, чего мы должны опасаться и видеть, да, что там какие-то такие более серьезные отношения. Да, идут какие-то встречи, какие-то соприкосновения, столкновения, когда люди встречаются где-то по работе, может быть, да, на лестничной клетке. Либо просто как девушка, она ему вот нравится, он ее посматривает и все. Ну, не более. Как любой мужчина. Мужчины, как правило, знаете, как бы не пропускают ни одной юбки, но это еще не значит, что он просто оглядывается. Это просто чисто мужской инстинкт. Это я вижу здесь. Вот какие чувства к ней. По поводу серьезности я не вижу сейчас. Вот какие все-таки чувства не испытывает. Хотела бы посмотреть. Вот эту карту я сейчас все-таки достану. Аркан отшельника. Ну, во-первых, она старше его, я вижу. Во-вторых, он думает, что она очень такая умная дама. Знаете, как белорусы говорят, задуменная дама такая. Вот. И ему скучно с ней, если честно. Чувства таких никаких совершенно я не вижу. Он отдаляется. Она отдаляется от него, он отдаляется от нее. Отшельник всегда показывает, что человек где-то далеко. Может быть, вот именно вот эта вот карта мира, она и показывает, что типа такие мирные отношения. Ну, может быть, где-то они... Что-то может такой совет, у него можно спросить, да, вот заинтересованность какая-то, да, что-то. Потому что она, может быть, обладает каким-нибудь там опытом, у кого он может спросить что-то, да, либо посоветоваться, но не более. Потому что отшельник, он отдаляет, как правильно, людей друг от друга. Здесь более такая духовная сфера общения. Ну, и по карте мир мы, конечно, все это видим. Ну, и... Можно еще одну карту достать. Какие планы там у них дальше, да, на эту девушку. Можно, конечно, совершенно не вопрос. Какие планы. Ну, возможно, совместная какая-то там работа, да. Может быть, вместе они работают. Карта Мага. Карта Мага обычно говорит, что он сам будет потом смотреть на ее поведение, да, сам будет решать, что делать. Но пока чисто деловые отношения, я вижу. Ну, деловые, дружеские вот такие. Карта Мага не говорит мне о какой любви совершенно. Это карта движения, карта каких-то дел. Вот такие вот деловые мирные отношения. Ничего там такое совершенно не вижу. Я даже эту тему развивать дальше не буду. Это нет смысла. Он сам знает, что делает, как говорится. И тут чисто такая серьезная ситуация. Не до любви тут, так сказать. Так. Вот такие чувства к вопрошающей женщине, которая вот сейчас будет смотреть, либо девушка, да. Вот к ней-то какие вот сейчас вот. Это к вам, будем так говорить. Какие чувства к вам? О, здесь очень хорошее чувство. Императрица. Полностью совпадаете, или женщина совпадает с его ожиданием от девушки, либо от женщины. Даже такая есть телепатическая такая связь. Постоянно думает о вас. Женственность и сексуальность однозначно понятны. А приори бесспорно, что это сексуально притягательно для него женщина. Плюс даже, будем забегать вперед, может, жениться запросто. Завести детей вообще не вопрос. Вот эталон. Эталон совершенно женственности. Эталон своей любви. Он видит. И даже, возможно, похоже на маму. Есть какая-то материнская связь. Наверное, вот у него мама такая, которую вы напоминаете его маму. Не в плане, что вы напоминаете прям точь-в-точь, да, физиологическим таким смыслом. А в том, что у каждого мужчины есть свое восприятие на девушек, свои планы, свои задумки, да, свои реалистичные такие какие-то мечты. Он хочет именно такую видеть, да, именно такого роста, такого веса. Интуитивно. Вот он, я все про свое, вот это интимное пространство всегда говорю, на вытянутую руку. Он хочет, чтобы в его личной зоне присутствовала именно такая девушка, и не больше ни другая, либо женщина. Вот такая женственная, такая вот она, ну, как сказать, харизматичная, и красивая картинка присутствует, обязательная, чтобы она хорошо выглядела. Потому что у каждого мужчины есть тоже свой талон красоты. Как правило, они отличаются. Чтобы она им очень была симпатична, любима, в сексуальном плане, конечно, приятна. Поэтому здесь полные, полные, совершенно, вот я вижу, совпадения. Императрица, это, я считаю, когда выпадает императрица, это полная похвала женщине. Что-то она прям вот в десятку, просто в сотку вписалась в его восприятие. Далее. Что бы он хотел от вас? О, кто же? Туз Пентакли. Шикарная карта. Идет вот здесь, в верхней части, на ту женщину, которую мы подозреваем. Идет полные, такое вот, деловые отношения, такие духовные, такие что-то такое. Здесь полная идет, такая энергия. Просто масть Пентакли, она считается фундаментальной масть. Если мы не спрашиваем про деньги, а спрашиваем про отношения, вообще, туз Пентакли, это самая, такая, я считаю, в принципе, главная карта в колоде, которая полностью благосостояние, моральное, физическое, олицетворяет такое человеческое. Поэтому, что он хочет от вас? он бы хотел бы, чтобы вы оправдали его надежды. Может быть, он вам это не говорит на то, что девушка хозяйственная, умеет готовить. Правильно? Характер хороший. Детишек в будущем может родить. Ну, что еще мужчина вот может, как говорят, сходить от женщины? Бывает, знаете, вот на одну ночь, там, да, например, либо в кино сходить, либо на танцы сходить, там, либо в ресторан сходить, и все, и до свидания. Здесь нет, здесь полный, фундаментальный, вот они все, у Пентакля, пять углов. Огонь, вода, земля и воздух, и высший дух. Полностью совпадаете, полностью хотелось бы, ожидания, именно от вас, именно таких. Ну, дурацкий вопрос, будет ли с ней, либо с вами? Ну, давайте, ее не будем уже трогать, там все понятно. А будет ли с вами и его страхи? Может быть, какие-то есть, а может быть и нет. Вот, еще так, я доложу сейчас еще одну карту, вот, такую, и карту вот такую еще доложу. Хочет ли остаться с вами? Вообще, какие перспективы с ним? Хотеть-то он хочет, есть ли у вас перспектива остаться вместе? Ну, вот вижу я почему-то тройку мечей, разбитое сердце. Ну, вот вижу я эту карту и его страхи какие-то. А, ну, понятно, я поняла его страхи. Вы такая императрица, вы такая яркая, такая красивая, такая харизматичная, а у него самооценочка-то, извините, страдает. Верховный жрец говорит о том, что это карта брака, в принципе. И вот эти ожидания от императрицы до Верховного жреца показывают о том, что молодой человек либо мужчина и не прочь бы жениться на вас, строит планы на вас, но боится его страхи, он боится вам признаться, что вы ему откажете, боится вас не потянуть в каких-то ситуациях, боится, что у него самооценка, не то, что боится, а то, что самооценка намного ниже, чем ваше. Вот у вас такой контрастный, возможно, личности, контрастные работы, да, на каких работах вы работаете. Бывает, женщины хорошо зарабатывают, мужчины поменьше зарабатывают, такое тоже бывает. Мужчина-то тоже обсаждает здорово, сделает предложение. Характер бывает. У мужчин достаточно характер скромный, а женщина будет более активно себя вести, проявлять в этих отношениях то же самое. Вот единственное, его страхи только такие, что сердечко ему не разбить бы, чтобы не подвели бы его, да, если он там захочет сделать какое-то предложение, а ему скажет, нет, ты мне такой не нравишься. Ну и мало ли, что-то там можете ответить. Это единственный страх, я здесь вижу, это разбитое сердце, что человек, тройственность, у человека нет единого, мнения на то, что женщина может принять в предложение о браке, потому что конечная инстанция всего, о чем он думает, это брак. Это законное заключение брака, семья, дети. Посмотрим, по-мемеру, тридцать. Вот она, конечная стадия. Здесь конечная стадия, как говорится, деловое все у нас идет, да, и все такое, мирное, деловое, духовное. Здесь полностью, как видите, начинаем с императрицы, проходим далее со всеми вытекающимися последствиями, что мы хотим иметь с этого брака. Да хотим все, чтобы девушка совпадала, либо женщина, просто была хорошая хозяйка, хорошая любовница, как говорится, хорошая мама, хороший человек, однозначно, понятно. Но вот почему-то мы расстроились своих, как говорится, сердечко-то как-то сжимается. Еще как вариант, может быть еще такой вариант, если честно могу сказать, мужчина может быть женат. Если вы рассматриваете женатого мужчину и какие-то планы на него строите, а там была жена наверху, это другой, конечно, но если мы видим, рассматриваем женатого мужчину, здесь тоже может быть такое сердечко, это любовный треугольник. В общем, Либо третий еще вариант, можно так же, потому что, почему я говорю, первый вариант, второй вариант, третий вариант, почему это я говорю, потому что ситуации у всех разные. И каждый человек, который обращается узнать, что будет происходить, заказывает консультацию, соответственно, там, как я говорю, в каждой игрушке свои погремушки. И поэтому рассматриваем либо женатого мужчины, либо кто-то развелся недавно, вот у него сердечко побаливает, да, либо любовный треугольник, либо дама замужем. Поэтому сердечко не зря сжимается, и вот оно пронизанное мечами не зря. Здесь есть какая-то доля того, что есть контраст между всем вот этим делом. Очень хочется, но колется. Вот такой расклад. Сердце Милого называется, я вам показала сегодня. Буду делать еще много других раскладов, таких достаточно актуальных. Так что, дорогие друзья, гости канала, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Всего вам доброго, удачи вам, вечной любви, как говорится, не теряйте своих любимых, налаживайте отношения, будьте посмелее. Всего вам доброго, до связи. субтитры сделал DimaTorzok,